Чтобы делать добро, не всегда нужны посредники. Однако практика показывает, что помочь тем, кто нуждается в поддержке, можно гораздо эффективнее, если действовать организованно. Для оказания финансовой помощи широко используются благотворительные фонды. По данным статистики, в России благотворительностью занимается меньший процент людей, чем даже в самой бедной стране мира – Зимбабве. Большинство компаний также не спешат жертвовать деньги на социальные проекты. За счет чего же благотворительные фонды делают добрые дела? Самарскому благотворительному фонду «Радость» уже более пяти лет. В четвертый раз в этом году при поддержке правительства области и по благословению митрополита Самарского и Сызранского фонд провел благотворительный аукцион. Выставленные на торге 50 картин разошлись в течение часа. Традиция проведения аукциона была инициирована самарскими художниками. Наряду с местными полотнами выставили и лоты живописцев Крыма, Перми, Москвы и Украины. Художники, когда передают работы, для них это двойное счастье. Они и свои работы передают людям, и оказывают благотворительную помощь детям. Поэтому они очень активно откликаются на наше предложение. Когда где-то случается беда, наша первая реакция обратится за помощью к власти. Однако жесткая регламентация в работе государственных органов иногда мешает им оперативно решать вопросы. Есть целый ряд ситуаций, которые невозможно решить в рамках действующего законодательства. Я не говорю о том, что не призываю нарушать закон, но есть житейские ситуации, которые не вписываются в законодательство по мирам соцподдержки, не вписываются они в организации обучения, могут не вписываться они в законодательство по нормативам какие-то, по медицинскому обеспечению. Но решать проблемы нужно, потому что это проблемы конкретных людей. Социальных проблем в стране хватает. Вспомнить только, что более 95 тысяч маленьких россиян живет в сиротских учреждениях, а ежегодно от рака в России умирает более тысячи детей. Некоммерческие организации находятся в вечном поиске источников финансирования. Благотворительный аукцион – одна из форм их получения. Его участниками в этом году стали более ста человек. В их числе лучший капитан клуба «Что, где, когда» – обладатель двух хрустальных сов Алексей Блинов. В Самару его привела не только любовь к живописи. Я уверен и считаю, что мы созданы и живем для того, чтобы делать и дарить радость детям, людям. Поэтому само название уже мероприятия, оно, естественно, позвало меня для того, чтобы приехать в Самару и принять участие в нем. Основа благотворительной деятельности – не крупные суммы, внесенные состоятельными людьми и бизнес-структурами, а скромные взносы обычных неравнодушных граждан. Для фонда важно каждое пожертвование, каким бы малым оно ни было. Не стоит думать, что благотворительность – прерогатива богатых людей. Если есть у человека такая возможность поучаствовать, остановить чьи-то слезы, вернуть кому-то здоровье, ну разве это можно оценить чем? Поэтому я вот не могу сказать, чья это прерогатива – богатых или бедных. Я считаю, что это возможность всем, кто желает поучаствовать в добром деле. Прошлогодний аукцион собрал в копилку «Радости» 2 миллиона рублей. Нынешний – уже 5. Это говорит в первую очередь о растущем доверии к этой благотворительной организации. Какой же ценой оно достигается? Мы стараемся реализовать социальные проекты. Вот у нас есть сейчас два направления социальных проектов. Это помощь приемным семьям Самарской области, это проект «Позитивное родительство, счастливое детство» и помощь выпускникам детских домов. И подготовка их к новой жизни – это проекты, направленные на постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. И вот все это вместе, наши социальные проекты, чисто благотворительная деятельность, оказание помощи, ну, наверное, вызывает доверие. Поэтому мы получили доверие и от правительства Самарской области. Очень важно для того, чтобы люди смело выделяли какие-то денежные средства и понимали, что они не пропадут. Они будут потрачены именно на те цели, которые запланированы. Есть гарантия этому. Вот для этого, конечно, нужно работать именно с теми фондами, которые проверены, которые доказали свою состоятельность, которые самостоятельно многие решают проблемы. И это надежные партнеры, которые, как правило, достигают поставленных задач. Говорят, мир стал жестче. Нет, не мир, а люди. Если бы каждый сделал шаг навстречу другому, получил бы два шага навстречу в ответ. Потому что в человеческой природе от рождения заложено добро, которое надо разбудить, дать ему проявиться. Мы немножко потеряли духовность внутри себя и забыли о том, как надо относиться к людям вокруг, в том числе к детям. Дети – это наша главная ценность. И поэтому с удовольствием участвуем в этом акционе уже не первый год. Плюс, хотелось бы отметить, что работы представлены всегда очень хорошие. И с удовольствием помогаешь детям и приобретаешь красоту для себя в том числе. Творить благо может каждый из нас. Бедный, богатый. Не скупитесь на добрые слова, на улыбку, хороший поступок. Делайте это даже тогда, когда вам кажется, что весь мир против вас. И это не так. Хотите добра? Творите его! Паша в детском доме – личность почти легендарная. О нем рассказывают гостям, его ставят в пример другим детям. В своем увлечении Пашка достиг настоящего мастерства. Он у нас единственный из детей, который вышивает крестиком. То есть он очень любит это дело, он очень любит вышивать. То есть если, например, у других детей иногда там терпения не хватает, то он сидит до последнего, он вышивает. У него очень много работ. Он у нас участвует в различных конкурсах, не только городских, но и областных. С конкурса Павел приехал гордый и довольный. Мало того, что получил награды, так еще и попутешествовал, посмотрел незнакомый город. Ну, мы рассматривали там зоопарк, памятники. Ну, в музее были. Всеобщее внимание Пашку не избаловало. Он не зазнается, невзирая на награды и похвалы. Паша говорит друзьям, чтобы тоже как-то попробовали проявить себя. И предлагает свою помощь. Природная скромность мешает мальчику раскрыться с незнакомыми людьми. На все вопросы он отвечает сдержанно и мало рассказывает о себе. Меня зовут Паша, мне 9 лет. Я учиться хорошо. Я могу рисовать, вшивать. Еще конструктор строить. Усидчивость, благодаря которой Паша преуспел в вышивке, сказывается и на его успеваемости. Мальчишка дотошно разбирается с домашним заданием и старается выучить новый материал раньше, чем его задали. То, что они сейчас проходят, ему этого мало. Он идет дальше, спрашивает, а как это, а как это. То есть всегда спрашивает совет, просит ему помочь, если что-то у него не получается или что-то он не понимает. Паша всегда ведет себя дружелюбно. Ни разу не замечали, чтобы он ответил на агрессию тем же. В ответ на обиду мальчик может замкнуться и некоторое время молчать. Ребята Пашку любят. Но настоящих друзей у него немного. Шумной компанией парнишка предпочитает уединение. Когда у Павлика появится семья, он научится доверять взрослым и сможет раскрыть другие грани своего внутреннего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова